ПЕЛЬМЕНИ А потом там же в сливках томиться. Томиться вообще ключевое слово для русской кухни. Томиться, страдает, мучается, цепями бряцает, в темнице тужит. Здравствуйте, дорогие друзья. Все так, но не совсем по-русски, состоится сегодня. Сегодня готовим ханум. Это блюдо пишут узбекское, но скорее всего, если иметь в виду манты, можно сказать и о всей Центральной Азии. Ну, нельзя же назвать манты кушаньями исключительно казахскими, или монгольскими, или уйгурскими, или узбекскими. В последнем случае и малышки-крохотульки-чучвара забывать не стоит. Они подаются вместе с бульоном, да, кстати, и только узбекскими, и они не являются. Их и на Кавказе поискать найдешь. Впрочем, вернемся к мантам. Ханум иногда называют ленивыми мантами или мантами на скорую руку. И даже легенда есть соответствующая. А ленивой или, напротив, сообразительной хозяйке. Глава семьи вернулся домой неожиданно. Война, охота, поле, рыбалка, посиделки с друзьями, возможно, варианты. Не то, чтобы хозяйка ринулась, амбары мести, сусеки скрести, ну, что-то подобное. Манты долго. А быстро раскатать пласт тестом, выложить на него фарш и свернуть рулетом в самый раз. Причем, если после приготовления рулет разрезать на части, блюдо напоминает этакие раскрытые манты. А если закрыть глаза и попробовать, и вовсе не отличишь. Кстати, говорят, хозяйку эту звали ханум. Поэтому и блюдо так называется. Ханум. Ханум. Замесить тесто, как на пельмени. Мука, яйцо, растительное масло, ложка соль, чуть воды. Дать ему отдохнуть. Фарш соединить с луком и морковью, соль, перец по вкусу. Тесто раскатать, выложить на него фарш, свернуть в рулет и готовить на пару. В воду можно добавить специи. Например, перец или лавровый лист – любой любимый набор. Готовится блюдо минут 40 в пароварке, мантышнице. А нет ни того, ни другого, просто туршлаг на водяную баню. Замечательно. Дело за соусом сметанной или, скажем, томатной будет в самый раз. Можно подать и с маринованным луком. Приятного аппетита. С вами была Жанна Соловьева.